Так, это у нас... Такое постельное блюдо, как в отелях. Это 5 долларов. Вот такое классное полотенце и евро, и лиры снимать. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Мама на море. Меня зовут Вероника. Я веду канал об отдыхе и жизни в Турции. Как вам мой четырехзвездочный лук? Мы собрались на пляж. Отель находится не на первой линии, до пляжа примерно 500 метров. Есть трансфер, который раз в час ходит. И мы решили прогуляться пешком, посмотреть, как это будет. Так, друзья, мы в туристическом поселке Янюк. Прямо около нашего отеля есть аренда великов, аренда мотобайков и туристическое агентство. Кстати, вот там вот через дорогу прям вот видно два магазина местных, Мигрус и Бим. То есть по ценам нормальным для местных, никакая там не туристическая история. И там можно купить нормальный алкоголь. Вот здесь вот всякие разные магазинчики для любителей, всяких сувениров с Турции, прогуляться что ли там, узнать цены. Полотенчика, 3 бакса. А это что у нас? Вот такие тоже, это, как же, Боже, моего. Простынь тоже 8 баксов. А я вам скажу по секрету следующее. Если вы хотите что-нибудь, сувенир какой-то взять, то на самом деле можно просто в обычный магазин Мигрус и Бим зайти. И там вот те же самые, только что я вам показала, простыни свернутые. Они, конечно, 8 баксов не стоят. Они намного дешевле там стоят. И можете взять. Единственное, что, конечно, если есть специализированный текстильный магазин, а не вот такой сувенирный, то там стоит туда зайти, что-то повыбирать. А так, вот тот Бим и Мигрус, там можно много всего интересного взять, в том числе и для дома. Так, вот у нас, кстати, есть по дороге парк банкоматов. Написано, видите, здесь можно и доллары, и евро, и лиры снимать. Когда такое обозначение есть, значит, можно. А в этом, а и в этом можно. Видите, как удобно. Какой тут красивый вход в рынок. Кожа меха здесь продают. Ну, такие сувенирчики, сувенирные магазины открыты. Кстати, друзья, тут совершенно спокойно можно сесть на автобус и доехать до центра Кемера. Там будут уже магазины, нам всеми любимые турецкие бренды, Вайкики, Дефакто, Катон. Там, ну, в центре Кемера прям ряд таких вот брендовых магазинов. Мне нужна обувь. Хотела посмотреть, какой здесь ассортимент. Здесь только кроссовки. Вот, допустим, шлёпочки сколько стоят. Непонятно. Одеяло и подушки. Зайдём сюда, потом посмотрим, как это всё выглядит. Так, вот домашний текстиль. Фирма ТАК. Это ведущий производитель домашнего текстиля в Курции. И вот такой симпатичный магазин. Я тут не была. Просто решила, что надо до себя зайти. Симпатичный. Вот как. Давайте посмотрим, что тут по ценам. Так, ну, в общем, оказалось, что у меня губа не дура. И зашла я в салон элитного постельного белья и текстиля. Конечно же, куда же я могла ещё зайти? Вот у нас, оказывается, называется этот бренд Тач. Я вообще не разбираюсь, но мне тут уже всё подсказали. Такие комплекты, они летние вот эти вот комплекты. Так называемые летние, то есть они не тёпленькие. Вот это вот сжатый шёлк 80 евро, да? 80 евро. Вот этот вот 120 набор. Красивый. Можно прям спать под этим 100% хлопком. Вот такие вот красивые упакованные симпатичные подарочные полотенчики по 15 евро или долларов. Не запомнила я, но не суть. Так, мыло здесь ещё красивенькие такие парфюмированные продают. И вот этот набор тоже симпатичный. В общем, тут большой, гигантский магазин. 16 лет назад, как мне сказали, открыт. И бамбуковые полотенца. Вот они упакованы вот в такие красивые пакетики. Как тут у нас коллекции в этом замечательном магазине, то есть из прошлых коллекций полотенчики. Вот это вот чистый хлопок. Это 5 долларов. Вот такое классное полотенце. 5 долларов, чистый хлопок. Можно? Откройте, пожалуйста. Угу. Ну вот. Это 5 долларов. Отлично. Так. Жат. То есть она красиво мята. Да. Заранее. Красиво мята заранее. То есть она очень мягкая, мягкая после стирки остается. Вот. Это постельное белье с тенцелем. Тенцель – это шелковое волокно. Сама нить тенцеля тонче, чем шелк. Вот когда его добавляют в хлопок или с сольном, например, в этом постельном комплекте и хлопок, и лен, и тенцель. А сколько это стоит удовольствие? Такое удовольствие – 1400 лир. 1400 лир. Отлично. Это набор с двумя евростандартами. Нет, с одним большим пододеянием. Ага, с двумя подушками. С четырьмя. С четырьмя подушками. Красиво. Вот тут, оказывается, два этажа. Конечно, выбор гигантский. Мне кажется, можно много часов здесь у вас все разглядывать. Покажите нам, пожалуйста, вот по 30 долларов чего-нибудь, что можно у вас ухватить. Так, это у нас… Такое постельное белье, как в отелях. Угу. Вот это, кстати, хорошо звучит. Всегда хотела постельное белье, как в отеле. Да, ну, вот эти постельные комплекты, они были по 50 долларов, сейчас они с скидкой по 30. Угу. Тоже вот из них есть и сантиметра светочек. Это все фабричное, можете посмотреть. Угу. Угу. А какая это фирма для тех, кто разбирается? Это фабрика Сарар. Фабрика Сарар производит постельное белье бренда Сареф. Это их линия домашнего текстиля. И также фабрика Сарар от своей постельной комплекты на Европу. Кензо, Келлен Кляйн, Хуга Босс. Это все отшивает наша туристская фабрика. Ничего себе, как здорово. Хорошо. На самом деле, ребята, реально зашла совершенно случайно, потому что, ну, просто понравилась вывеска, увидела знакомые названия брендов. Оказалось, что тут вообще целый интернет-магазин есть и доставка в Россию. В общем, если что, оставлю вам ссылочку. Тут вроде очень даже милая девушка все вам хорошо объяснит. Смотрите, здесь большой торговый какой-то центр. Галери Мол Аутлет. Тоже, наверное, можно сюда зайти. Зайдем? Смотри, тут АДЛ или ФИАН. Это те марки, которые такие более высшего уровня в Турции, чем, соответственно, Вайкики и Катон. А это тоже, кстати, очень знаменитый отель. Забыла, как он называется. Тоже магазинов, конечно, много разных всякими бахлавами. Так, Трансатлантика отель. Мы выяснили, вспомнили, как он называется. Техзвездочный отель Канон-класса. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Если вас интересует отдых в Турции, а также жизнь в Турции, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также я вам внизу оставлю ссылки на другие обзоры о четырехзвездочных отелях в Турции, которые я делала. И, конечно же, пятизвездочных отелей в Кемере. Спасибо вам еще раз за просмотр этого видео. Увидимся на канале «Мама на море» в следующих сериях. Пока-пока!